Здравствуйте, друзья! В последнее время я занимаюсь сбором информации о военных преступлениях армии РФ, которые она совершала на тех территориях, которые уже освобождены. Это в основном Киевская область, Черниговщина, Сумщина. Сейчас мы ездим по этим территориям и фиксируем рассказы местных жителей, собираем свидетельства, документируем их на видео. Это очень важно делать сейчас, пока эти воспоминания еще свежи. Люди, которые побывали в оккупации, они все еще хорошо помнят и нам обо всем рассказывают. Все эти свидетельства я фиксирую на видео и буду выкладывать в том числе здесь, на своем YouTube-канале. Сегодня я представляю вашему вниманию такие свидетельства из села Миротска. Это село в Киевской области, которое находится рядом с Гастомелем. Мы побывали там, поговорили с бывшей главой селерады Миротского Ольгой Джуз. Она была в оккупации, она рассказала о том, как россияне убивали ее односельчан. Дальше я просто показываю вам на видео ее рассказ. То есть вот тут напротив вас жил... Да, жил... Вчера перезахоронили его Трохименко Олександр Николаевич Молодчик. А что сталося самое? А что я сам сказал? Я была в хате, в окно так встала на колено, бачу, как мы тушня и бегают на другом поверхности. Видно, он им что-то сказал и они за ним бегали-бегали, в котельне догнали, застрелили. Ну, я не ходила, смотрела, но сказали, что очи были вытянуты. И что такое скальпель? Скальпель снятий? Ой, жах. Скальпель снятий. Ну, это волосы, разрезанные с головы. Да, это вот этот дом, правильно, где цегла... Да, и руки связаны, и около рук была граната. Это так дружина мне рассказывала. Но я не ходила. А они тут стояли. Я врань встала, у меня все открыто. Я так голову поцепила, позакривала, гараж... Ну, короче, они как раз ночью до меня пришли. Пів-двенадцатого не открыли двери, а тогда уже в три-десять пришли щипс и сломались. Но зашли, посмотрели... Сюда до вас, правильно? Да, только в веранду зашли и говорят... Ну, я вам по-своему скажу, что погана хибара. И они взяли по яблуку, съели это яблоко и пошли. То есть уже... Я так переживала, ребята, что я не знаю, как я... Как моё сердце и не стало. Представьте, сама в хате с котом, а они вот это так творят. А вранці встаю, все под крео-отель, литня кухня, гараж, сарай и веранда на стужень. Я вийла, голову поцепила, а тут танк стоїть под дворицьми, и они что-то крутят. А цей Саша мені завжди воду качал, бо у него так кляниться... У кого вбили? У кого вбили? Я еще не знала, я бачила, что они бегали, но что вбили, я еще не знала. У середу они заехали, а в четверг... Оце я вранці... А какое число было приблизно? А сейчас я вам скажу... Нее, 24... Це був березень. Нее, подождите, 24 началась война, так? Четвер. Так. 25. Пятница, субота 26, неделя 27, понеделок 28, вівторок 29... Чи 1, чи 2 березня. Так. И я того, и я... Что я сказала? Ну что, вы еще не знали? А, я еще не знала. Двери на стужень открыты, я зайшла, говорю, Саша, Саша, не взивайся. Калитка была открыта. Ну, я и вернулась, иду, плачу чистыми бутлями 5-литровыми назад. Они сами до меня говорили. Здравствуйте. Я ответила. А они, что вам водички не дали? Кажу, нет хозяина, хозяин не ответит. А я, говорю, выкачать не могу. А ваш сосед уже мертвый. Они мне. Мы его забросали гранатами. Ну, я уже не стала их допитывать, за что, до чего. То есть, они сами вам так понимают? Да, они мне сами так сказали. У вас уже сосед мертвый. Мы его забросали гранатами. Но я так подумала. Видно, прешут. Вибачьте за слово. Потому что, я видела метушню три человека в этой веранде. И если бы они его закидали гранатами, то уже б этой веранды не было. Ее разнесли. И так он лежал, пока они не уехали. 31-го они уехали. Березня. А десь 1-го чи 2-го квитня уже начался движняк. Я переказала родственникам. И родственники приехали. Взяли из этих хлопцов саперок. И вот это так забрали. Скажите, он же был цивильный? Нет. Но у него была такая привычка. Только они начали заезжать. 24-го помпили Гостомель. Пятница, субота. Вин виблиг у Томи. Став на той плитке. А они такими танками, где прогалина. Жух тут, жух. А я его проехала. И говорю, Саша, что ты випараешься? Что ты стал? Встань десь у куточку и дивись. А он мне еще и говорит, Суждянов в лошті води утопиться. И в лошті води утопиться. Вот это так сказал. И тут через несколько дней все. А сколько лет было? Да, около 50 лет. Зазвали этот дом. Вы работали, глава сельсовета. Я говорю, работала. Так приезжали меня до забора с ручницей в левую сторону. Что были. Зараз там списки, кто в милиции работает, списки участников АТО, кто на Майдан помогал ездить, кто какую-то помощь. Ну, я уже, как говорят, пять лет, как я делала головой. Это было с 10 по 15 лет. Я уже немного загартована. Знаю, что такое. Я говорю, ребята, уберите эту штуку, я вам сейчас расскажу. Во-первых, я говорю, уже с 15 лет прошло 7 лет. Кто делает в милиции, откуда, я знаю. Я говорю, что за 7 лет много воды утекало. Я говорю, что участники АТО начали давать, я говорю, что уже не работала после 15-го года. Они согласились с этим. На последнее, я говорю, никто не приходил в Новосельскую Раду и не ставил птичку, что еде на Майдан и что везет. Это было добровольное людское желание. Все, я говорю, больше информации нет. Хочете убить? Я говорю, вам не легче? Я же это. Вот так было. Ну, короче, терроризируют. Меня тут, в селе, саме больше терроризируют. Потому что старостан наш утек, а я, как бывший, глава Сельской Ради. Скажите, пожалуйста, тут еще кто-то, кроме этого человека, еще где-то убитые. Где она можно искать? Тут у нас есть. Значит, я вам скажу, застрелили моего, не моего учителя, а моего сына, учительки, сына, Иваненко Людмила Петрівна. Значит, вот это, по этой улице, и по этой же стороне, по правой, значит так, там Людчина хата, Самойленка, четвертая хата, от краю будет, Людмила Петрівна Иваненко. Короче, ее сын, он тоже не мент, никто, но он привез с семьей в Польшу и хотел родителей завезти. И бег по прогулку, ну я так поняла, у нас там по прогулку Шевченко, выходишь на нашу вулицю, и там разкидали разбитые хаты. И я так думаю, что он через эти разбитые хаты перейшел и хотел лиски, городами. городами, городами. И они видно, ну, заметили его и застрелили. Это было 2 березня, 2 апреля, 30 дней было. А как его звали? Иваненко Артем Сергеевич. Просто тоже цивильная людина. Это цивильная людина, просто шла до батьков, и вот так застрелили. И там же рядом Иваненко через 2 хаты застрелили еще одного парня. Ну, он такий був, знаете, крученый, он мог десь что-то улезти, куда-то якусь халепу, ну, такий, знаете, как говорят, о, хату его спаляна, матерь нашли, завезли в лекарню, а его убили. Это тоже цивильный, просто цивильный. Это на моей улице получается Сашко раз, Иваненко два, Коля три, я не знаю его, потому что он сам из Буча, он у нас не был прописан, как его фамилия. Ну, начали все на нашей улице. Ольга Миколаевна, скажите, пожалуйста, тут, скажите, там расстреляли какую-то машину. Значит, машину расстреляли оттуда. Там, где как раз ветки остались. Ехал газель белый, он стоит, видите, с белым прапором, они ехали три души в Немишаевскую аптеку. И, короче, чьим требовало остановиться, я уже не знаю. Ну, короче, они не остановились, их на ходу подстрелили, и поднимались рядом мужика, старшего на смерть, а молодой парень вискочил, и на второй день мы его провели на, ну, там на улице у нас на колени на Умироцькому его родственники, и он, это недавно тоже были, откопали и переховали. Тих, кого вбили, так? Тих, двух человек, а тот парень самый молодший выжил. Я думаю, вы понимаете, почему вот такие свидетельства крайне важно фиксировать на видео и сохранять для истории. Сейчас российские власти пытаются убедить весь мир, что всего этого не было. Ну, якобы все эти люди, они врут, сочиняют, и так далее, и российские военные ничего такого не делали. И именно поэтому такую информацию важно собирать, такие свидетельства важно фиксировать. И мы соберем и зафиксируем сотни таких свидетельств. Все это будет опубликовано, все это будет, естественно, выложено и донесено до максимального количества людей. Пожалуйста, поделитесь этой информацией, это очень важно. И подписывайтесь на канал, потому что здесь и дальше будет звучать вот такая правда о том, что на самом деле происходило и происходит в Украине.